Основной этап уборки завершен. И на Ставрополье по традиции отмечают День поля. В этом году он проходит в Ипатовском районе. Туда со всего края и других регионов страны съехались производители сельхозтехники. У кого машины лучше и доступнее, выяснять будут в течение двух дней. И что сулит День поля Ставропольскому краю, выясняла Катерина Сафонова. Трактористы края сегодня бьются не за урожай. Борьба за звание лучшего по профессии. Технику и глубину Распашки оценивает жюри. Работа некоторых участников восхищает Владимира Ситникова, министра сельского хозяйства Ставропольского края. Победителю достанутся признания и подарки. Владимир Охременко своего кировца прозвал «Мустанг». Мощный, надежный, в поле не дрогнет и не подведет. Проверено лично. В родном хозяйстве Опасенковского района ударно обновлять парк техники начали еще два года назад. Кондиционер, уже комфорт другой. Уже поменьше устаешь. Прошли те времена, когда усталые были, загорелые. Устаешь, бывает, но не так, как раньше. Мокрые, в пылюке все. Сейчас намного проще и легче. Спасибо, техника такая есть. Новейшей техники сегодня на поле много. Больше ста машин и навесов к ним. Биться за клиенты из России и зарубежья приехали 35 компаний-производителей. Измерить успех проведения дня поля можно будет по количеству заключенных контрактов. Техника, сделанная в Ставропольском крае, интересна не только местным аграриям, но и тем, кто приехал из других регионов. Это делегация из Липецкой области. На наших полях впервые. В борьбу за прибыль готовы включиться, став официальными дилерами уже как минимум двух компаний. Никаких проблем не будет с подачей техникой, потому что качество у них очень хорошее. Мы сейчас видели, как они работают здесь, и также культиваторы и все остальное. Я думаю, никаких проблем не будет. По страфанному радио узнают соседи, как взяли, работают. Я думаю, будет все хорошо. Хороших результатов ждут от этого года и в Минсельхозе края. Уже прибавили в урожайность, и теперь нужно накормить регион, страну и укрепить ее экономику, в том числе и за счет экспорта. В России в прошлом году по объемам прибыли от продажи зерно обогнало даже оружейников, уступив золото пьедестала только нефти. Мы традиционно экспортируем от 5 до 6 миллионов тонн зерновых и бобовых культур. Поэтому объемы экспорта сохранятся. У нас хорошо, что сейчас открывается Турция, что мы можем реализовывать зерно. Поэтому у нас не будет, я не думаю, что какие-то проблемы. Цены сегодняшнего дня, не сказать, что они высокие, но в какой-то степени они удовлетворяют сегодня Тружниково село. Работа площадки продолжится завтра. К деловым встречам добавит праздничного колорита. Катерина Сафонова, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение, Ипатовский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова